Привет! Это Кулинарная Академия LG. Меня зовут Алексей Зимин, и я собираюсь показать вам, как готовить по-настоящему вкусные блюда, используя микроволновую печь, духовой шкаф и прочую технику, придуманную LG. Сегодня я буду готовить курицу в замаринованном йогурте с баклажанами и помидорами. А поможет мне в этом печка LG, снабженная технологией Lightwave и угольным теном, который позволяет создавать эффект настоящей дровяной печи. Куриная грудка, ее филе, глубокую миску. В ту же миску добавляется йогурт. Кроме йогурта в эту смесь добавляется сухая аджика, которую можно купить на любом рынке, абхазская аджика. Немного перца и немного соли. Перемешивается. Небольшой массаж. И миска с мясом возвращается в холодильник, где ей нужно будет провести примерно полчаса. Нужно взять баклажан и поставить в печку режим конвекция на 20 минут, ну или до тех пор, пока баклажан не запечется окончательно. Запеченный баклажан достаем из духовки, ведь он даже слегка подлопал. Абсолютно мягкий, полностью готовый. Теперь нужно мякоть, вот эту абсолютно мягкую мякоть, из баклажана извлечь, пользуя ложку, например. Надо соскоблить внутренности баклажаны со всеми зернышками и всю эту мякоть переложить в глубокую миску. Теперь, поскольку баклажан освободил место в печке, оно не должно долго пустовать, мы возвращаемся в холодильник и достаем оттуда уже замаринованную курицу. Вот она, курица, пропитавшаяся йогуртом и аджикой. Эту курицу надо слегка отмыть от йогурта, потому что он имеет свойство гореть, особенно в больших количествах, а это нам не нужно, и выложить любую противень или в любую подходящую форму. Теперь нужно вернуться к печке и поставить куриную грудку в замаринованной йогурте на 15 минут. Режим конвекция. Курица отправилась в печку и мы можем продолжать делать салат. Печеные баклажаны, только того и ждут, чтобы к ним присоединился помидор. Вырезаем все неприятные помидорные части, а сам помидор режем мелким кубиком. Помидоры отправляются туда же к баклажану. Теперь они уже вдвоем ждут, когда к ним присоединится сладкий лук. Примерно половинку маленькой луковицы нужно нарезать, желательно совсем мелко. Это баклажанная икра. Вообще распространено довольно блюдо, особенно на русском юге. И все делают его, естественно, по-разному. Есть те, кто любит, чтобы вкус лука был ярким и ощутимым, чтобы он хрустел на зубах. Мне больше нравится, когда лук сильно измельчен и он как-то растворяется между баклажаном и помидором, создавая ощущение остроты, но не такой несугубой луковости. Зубчик чеснока. Количество чеснока это тоже абсолютно индивидуальная штука. Есть те, кто любит, чтобы совсем был вырвиглаз вкус чесночный. Но одного зубчика на один баклажан на мой вкус вполне достаточно. Оливковое масло или любое другое растительное, которое вам нравится, например, подсолнечное, с ярким запахом семечек, который вполне подойдет. А мне нравится яркий запах кунжутного масла, я добавлю несколько капель его. Это блюдо при кажущейся простоте основных ингредиентов. Ну, подумаешь, баклажан, подумаешь, помидор, подумаешь, лук. На самом деле, имеет очень сложную вкусовую гамму. Здесь используются все абсолютно вкусы, которые человечеству известны. От кислого до острого и даже сладко есть. Вот кислый лимон, кислота помидора там тоже присутствует, немного сладости сахара, потому что помидоры, особенно зимой, имеют существенный недостаток сахара. И чтобы выровнять баланс вкуса, немного сахара надо добавлять. И, наконец, кинза или петрушка, кому как нравится. Соль, перец. А еще для ощущения восточности каплю соевого соуса. Теперь все перемешивается. И этому всему осталось постоять еще 5-7 минут примерно, пока не приготовится курица. И тогда все здесь перемешается в один гомогенный, сочный, мощный вкус. И можно будет уже заниматься самым интересным, то есть буквально процессом еды. После того, как курица приготовилась, ее надо достать из печки. Соблюдаем предосторожности. Печка горячая. И, кстати, выглядит как встраиваемая, но на самом деле может вполне стоять отдельно. Вот у нас появился полный комплект. Готовая курица, баклажанная икра. И можно все это засервировать. Тарелка. Курица. Нарезаем ломтиками. Прикладем целым куском, кому как нравится. Икры. Еще немного цвета. Бальзамический крем. Вот как-то так быстро, съедобно и совсем больше не сложно. Но если вы каким-то чудом пропустили одну или другую деталь, то записывайте рецептам будет сейчас следом. Куриное филе, лимоны, оливковое масло, соевый соус, сахар, кленовый сироп, перец, соль, лук, чеснок, сухая джика, кинза, йогурт, баклажаны и помидоры.